И сейчас на связи со студией Фридом начальника Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Ну, как видим, оккупанты не оставляют надежды окружить Авдеевку. Спикер Объединенного пресс-центра, Силобороны Таврийского направления Александр Штупун вчера сообщил, что наши ребята стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Вот по данным за прошлые сутки речь идет о 55 боестолкновениях и более чем 1000 артобстрелов. Но это почти, вот, пишут вдвое больше, чем в предыдущие сутки. Как это все ощущается в самом городе? Там, наверное, уже просто живого места не осталось от снарядов врага. Действительно, враг, знаете, не то что не бросает этих своих желаний окружить город. Они еще больше и больше сил бросают и живой, и силы, и техники для того, чтобы все-таки город окружить. Больше авиабомбовых ударов, больше артиллерийских обстрелов, больше обстрелов со всех систем РСЗО по городу. Ну, да, город, честно говоря, печально смотреть на город за последнее, особенно вот это обострение, вот этих, вторую неделю уже оно идет. Очень жестко, конечно, по городу не работает, стирают его с лица земли. Ну, сказать, что нет ничего живого, ну, практически да, хотя люди живут в нем, люди остаются в нем, к сожалению. И вот сюжет, который был перед про эвакуацию, про белых ангелов. Ну, знаете, как бы-то знаю ребят очень давно, это местные жители, представители белого ангела, да, это полицейские, которые действительно рискуют своей жизнью. Вот эти кадры, которые вот в начале было Дима, да, молодой полицейский, который комментировал. Ну, прискорбно, что вот поехать передать привет, узнать, как ли там бабушка, люди рискуют жизнью. Кто-то находится, не знаю, там в других более безопасных территориях и не могут уговорить своих близких, бабушек, родителей выехать из города. А чтобы просто убедиться в том, что они живы, там, молодые парни должны рисковать жизнью. Ну, на мое мнение, это неправильно, так не должно быть. Максимально люди должны выехать из города, не, знаете, говорят, не подвергать смертельной опасности вот этих ребят, полицейских, представителей военной администрации, волонтеров, которые завозят гуманитарную помощь в город, пытаются людей уговорить на эвакуацию, ну, неправильно это все. То есть нужно выехать, действительно нужно эвакуироваться, ну, и военным однозначно будет проще работать. В городе, ну, на самом деле, очень все сложно. Ну, бабушку в результате мы видели, все-таки эвакуировали, просто вот вынесли со стульчиком с этим, да, но ребята рисковали, вот эта вот бомба просто же в двух шагах от них упала. К сожалению, это каждый день такие истории, и действительно сотни историй, десятки сообщений в сутки, на все возможные мессенджеры с просьбой, а помогите, а спасите, посмотрите, живы ли, здоровы, приезжаешь людей уговаривать, и они отказываются. То есть вопрос, зачем было рисковать жизнью, чтобы люди тебе в очередной раз отказали в эвакуации. К сожалению, люди не думают о том, что, ну, реально, молодой парень рискует своей жизнью для того, чтобы попытаться в очередной раз у кого-то уговорить. И, к сожалению, очень редко люди соглашаются на эвакуацию. Уже десятки раз с ними были эти беседы проведены, и все равно мы должны это делать. Ну, к сожалению, люди не соглашаются, но мы это делали, делаем и будем делать. Да, я думаю, мы вернемся еще в разговоре с гуманитарным вопросом. Хотел бы вот немножко более военные с вами еще обсудить. И вот 22 октября Министерство обороны Великобритании в Твиллер со ссылкой на данные своей разведки сообщило, что недавние вот эти российские атаки в Авдеевке привели к 90-процентному увеличению потерь среди россиян, вот зафиксированных Министерством обороны Украины. О колоссальных потерях врага под Авдеевкой, даже президент Украины говорил в телефонном разговоре с канцлером Германии. Я так понимаю, что враг не жалеет ни сил, ни средств и пытается штурмовать так же, как они это делали в Бахмуте? Да, действительно. Бахмут отличается тем, что ситуация по Бахмуту и у нас тем, что там они шли в лобовую в город. В связи с тем, что Авдеевка укреплена с 2014 года очень сильно, и этой возможности у них нет, поэтому они пытаются город окружить. Но бросают они силы однозначно не меньше, чем на Бахмут, потери у них не меньше, хотя вот мы знаем, несколько дней назад был рекорд по потерям, да, там 900, тогда был рекорд вообще по потерям у врага. 55 танков, насколько я помню, была такая цифра очень большая называлась, да? Да, ну я по личному составу больше, 1380, по-моему, был рекорд, 900 из них это Авдеевское направление. Я уверен, и все мы прекрасно понимаем, и военные, что те цифры, которые мы даем потери с их стороны, они в реалиях, они занижены. Потому что не всех мы видим, то есть военные, когда дают эти цифры, когда генеральный штаб их сводит в общую, так сказать, сумму, то есть только подтвержденные. То есть каждое тело, вот его нужно зафиксировать, нужно показать, в реалиях мы понимаем, что их, ну может быть не в разы, но на порядок больше. Этих потерь и живой силы, и техники в том числе. Понятно, что после завершения и того, когда все-таки врага погоним чуть дальше, этих подтверждений будет в разы больше. Мы это прекрасно понимаем. Ну это еще не говорим о санитарных потерях, это не безвозвратные потери, а санитарных должно быть еще больше, чем... В разы. Да, в разы. Да, в разы. Практически в три раза больше санитарных. Такой вопрос хотел вам задать. Представитель 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь заявил, что россияне начали рыть какие-то тоннели в направлении Авдеевки, и таким образом вот они пытаются как-то подобраться поближе к украинским позициям. Вы хорошо знаете местность, вот это вообще возможно, и если это правда, то это уже просто какая-то тактика Хамас? Ну, как угодно мы за последнее время войны называем представителей этой недонации, но кротами мы их еще не называли. Хотя вот эти, не знаю, может они там, знаете, вжились в роль, там, шахтеры, Донбассы, там, ну, не знаю, какие-то игры у них там, не знаю, игрища. Ну, то, что они рыли тоннели, эти мышеройки, как их называли на запорожском направлении, то есть они это и раньше делали, и на херсонском направлении тоже они там лабиринты пытались под землей рыть, и рыли, кстати. У нас немножко другая история, потому что грунты очень отличаются, глинозем, он очень тяжелый, его просто так ты, ну, даже киркой не возьмешь, а тем более на глубине под землей. Чернозем это небольшой слой, там, местами там максимум до метр двадцать, метр тридцать, и то это максимально, все остальное глинозем. Это очень тяжелый и такой, ну, непробиваемый грунт. Вот, да, есть такая история, они пытаются это делать, ну, в большей степени это, как бы, ну, смешно, ребята это видят, ребята там отрабатывают эти все истории, заваливают их там, ну, опять же, как-то серьезно к этим вещам, какие-то риски от этих, их действий там, ну, мы не видим, потому что действительно смешно. Ну, вырыт он себе нору, там, пророет он, ну, три-четыре метра, его артиллерией завалят, и как будто на этом все заканчивается. То есть, роют себе могилы, да, фактически? Ну, склепы, наверное, не знаю, мифология, наверное, там, что-то там сакральное у них там эти, жертвоприношения, наверное. Виталий, еще один вопрос интересный. Украинские разведчики зафиксировали использование россиянами каких-то роботизированных транспортных машин с дистанционным управлением, вот такие, как говорят себе, тележки, которые без участия человека подвозят снаряды. И одновременно, вот мы сейчас видим видео, идут колонны так называемых полуторок, которые использовали еще во Вторую мировую войну. Вот, слышали бы о первом случае, о втором, и как это между собой все соотносится? Ну, по поводу этих роботизированных, ну, как бы там, таких мобильных устройств, да, слышали, видео даже показывали, есть такая история. Ну, кстати, это не новая история, она у нас, и у нас используется, ничего там, так сказать, военного сложного нет. Ну, пытаются там, все равно, кто-то, что там работает у них там на фронт, точно так же, как у нас волонтеры помогают, у них там тоже. Эти вещи моделируют, проектируют, это не массовые, как бы-то там, какие-то выпуски такой техники. А полуторки времен Второй мировой войны, вот, которые мы сейчас на видео... Если присмотреться на видео, понятно, там четко все не видно, но я бы не подумал, из-за круглых форм, что это полуторка. Это больше похож на ГАЗ-51, ну, хотя он не намного моложе этих полуторок, потому что полуторки-то деревянные кабины, там ААПа, по-моему, модель называлась. Вот мы видим сейчас, да, вот классическую полуторку. По видео, я неоднократно смотрел видео, есть ребята, мы рассматривали и увеличивали, и, ну, больше похоже на ГАЗ-51, но все равно это там конец 40-х, начало 50-х годов. То есть, недалеко ушел этот автомобиль. То есть, может, полуторка плюс, да, можно так даже сказать? Да, 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 полуторка плюс. Ну, это говорит о том, что заканчивается у них, ну, если они уже такие машины снимают с хранения, с консервации, чтобы завозить, ну, значит, не все так плохо, или не все хорошо. А у нас не все плохо, потому что, действительно, по Талам очень продуктивно работают наши артиллерии, и склады боекомплектов, и СМ, и склады, скажем так, вернее, не склады, а пункты, где они концентрируют свою технику, очень плодотворно. Ну, и вот по этой колонии, которую мы видели, тоже хорошо отработали, это все на видео было хорошо видно. Да, это район Первомайского, на юг от Авдеевки, да. Россияне в своих пабликах паникуют из-за возможной контратаки, которые, вот, по их мнению, предприняли или собираются предпринимать вооруженные силы Украины, чтобы срезать южный выступ в районе Водянова, как я понимаю, судя по карте. Вот, там действительно, вот, как я вижу, образовался такой выступ, который, ну, грех не обрезать с выходом на дорогу Е-50, судя, ну, по всему, враг это понимает, и, вероятно, там наращивает усилия. Ну, да, вот, знаете, глядя на карту, вот, понимаешь, ну, вот, любая какая-то там позиция, какая-то там локация, ну, они действуют шаблонно. То есть, они действуют шаблонно, вот, как говорят военные, как книжка, да, пишет, книжка учила, военная книжка. Каким-то более, таким, не знаю, нестандартным подходом то ли не хватает, то ли не дают им возможности подходить, да, поэтому вот они себе решили, что у нас там будет контрнаступление, мы там будем отрезать. Ну, пусть думают. Они постоянно говорили о том, что основной удар контрнаступления нашего будет на Донецком направлении, и они продолжают этот миф рассказывать и дальше жителям того же ДНР, ЛНР, так званых, жителям, не знаю, там, всей России. Ну, нужно же как-то оправдывать такие большие потери и личного состава, и такое нерациональное использование техники, да, это нужно как-то объяснять. Ну, почему не придумают такие сказки, что вот там Украина пойдет в контрнаступление. Все прекрасно понимают, что на подготовленные позиции, ну, кроме дебилов Кацапова, никто не пойдет. Ну, Тавдеевка фактически сейчас это ворота выхода оккупантов на всю Донецкую область, об этом говорят многие эксперты. И о том, что очень важно удержать город. Говорят об этом и в Главном управлении разведки. Вот именно Авдеевка вот сейчас стоит у россиян костью в горле, да, когда Путин в очередной раз ставит им задачи по выходу, как он говорит, на админграницы области. И мне кажется, что тут для них политическая компонента даже важнее военной, правда? Сто процентов. Кроме, ну, вот, однозначно, эта команда взять Авдеевку любой ценой. Она идет из Кремля. Тут сомнений в этом нет никаких. Если бы это было где-то на уровне среднего какого-то, скажем так, военного командования, то за такие потери, за такие потери в личном составе, в технике, уже давно были, скажем так, головы полетели, с плеч бы, и это бы уже остановилось. То есть, если это не останавливается, новые-новые резервы подтягиваются, мы видим, они уже из Луранского направления начинают подтягивать резервы на Авдеевское направление. Это говорит о том, что идет самая высокая команда, и они будут это пытаться реализовать любой ценой. Сообщалось, что генерал Залужный побывал под Авдеевкой, даже было видео в его телеграмме. Удалось ли вам встретиться с главнокомандующим, удалось ли поговорить с ним? Да, Валерий Федорович был в Авдеевке, действительно, не встретились мы с ним, другие задачи были. Но вообще, как будто знакомый с Валерием Федоровичем, да, очень уважаемый в армии, действительно, офицер, главнокомандующий. И это однозначно очень позитивно влияет на моральный дух ребят, которые не только Авдеевку обороняют, а в целом, когда высокие начальники приезжают, действительно приезжают на передовую, главнокомандующий, верховный главнокомандующий периодически тоже посещает и Авдеевку, и Бахмуте сколько раз был, и другие направления. Ну, это не та картинка, которую показывают россияне, там ездят их командование. Наши действительно ездят и лично вникают, ну, не знаю, в самые сложные, наверное, ситуации. Видят, подсказывают однозначно, принимают решения. Ну, я после приезда Валерия Федоровича разговаривал с офицерами, которые там были сейчас на видео, присутствовали. Ну, однозначно, ситуация непростая, и то, что главнокомандующий лично приехал на два направления, это Купенский и Авдеевский, это говорит о том, что большое внимание уделяют они именно этим направлениям сейчас. Мирные люди в Авдеевке, вот к ним возвращаясь, была информация, что гуманитарная помощь в город уже практически не завозится, и вот ситуация крайне тяжелая, напряженная. Скажите, ну, хоть что-то удается подвозить, хоть какие-то элементарные продукты, хоть какие-то медикаменты? Ну, все есть, в городе есть и продукты питания, и гигиена, и медицина пока в достаточном количестве. Сейчас очень важно сохранить жизнь людей, это очень важно в первую очередь. Рисковать людьми, которые делали и так на протяжении всего этого времени, сначала полномасштабной войны. В данный момент такого серьезного обострения, ну, это кощунство, и, ну, опять же, повторюсь, может это звучит не очень красиво, кому-то это может не понравиться, но люди, которые приняли решение остаться в городе, они принимали его, ну, скажем так, лично, да, понимая все риски, которые может за собой это тянуть. Встанет чуть тише, перемелят эту нечисть на нашем направлении, в ближайшее время, я думаю, начнем опять завозить гуманитарную помощь. Пока все есть, и сказать, что ситуация критическая, это неправда, все есть. Ну, и уточнить хотели бы еще цифру, да, сколько, по-вашему, еще людей остаются в городе, да, и сколько они вот продержатся вот в таких жестких условиях, вот таких постоянных обстрелов? Три последних дня эвакуации не осуществлялось, люди не выезжали, не было желающих выехать, поэтому 1601 человек остается в городе. А по поводу, сколько они смогут выжить в таких условиях, ну, знаете, как показывает уже опыт этой войны, ну, наш народ очень долго может держаться, и еще и не в таких условиях. Поэтому, хотелось бы, конечно, чтобы люди все-таки собрались с мыслями и выехали на эвакуацию, в первую очередь подумали о своей жизни. И о жизни тех людей, которые приезжают их спасать. Так точно, так точно, потому что, к сожалению, не очень думают о других, больше думают о себе. Спасибо огромное, спасибо вам за последнюю информацию, за ваши комментарии, спасибо огромное за всю работу, которую вы делаете, берегите себя. А зрителям я напомню, Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, был с нами на связи. Спасибо. Спасибо.